Привет, YouTube! Сегодня покажу, как делаю шпонки для стабилизации столешницы. Нужны будут две ровные направляющие для фрезера. В моем случае это дубовые бруски, которые я предварительно отстрогал. А ширину паза под шпонку я буду задавать при помощи двух вот таких брусков. Они одинаковые и отторцованы под 90 градусов. Это важно. Размер данных брусков непосредственно влияет на ширину паза. То есть, чем больше длина этих брусков, тем шире получится у вас паз. Контр-профиль на самой шпонке делаем той же фрезой, которой фрезеровали паз. А чтобы не ошибиться с шириной и не прослабить соединение, я делаю очень просто. Прикладываю от фрезерованной стороной шпонку к профилю и отмечаю разметочным ножом линию фрезеровки. В моем случае потребовалось сделать контр-профиль еще на одном из торцов. Попозже объясню почему. А здесь я стамеской скругляю острые грани контр-профиля, чтобы шпонка более плотно села в паз. И не всегда нужная операция, такая как скругление грани шпонки, делается только для того, чтобы не удариться об острый угол коленкой. Если все отфрезеровано правильно, то данное соединение на сухую собрать почти что нереально. Я для сборки применяю парафин. То есть самой обычной парафиновой свечкой я натираю пары трения и это очень облегчает сборку. На данных кадрах вы видите, насколько плотно собирается данное соединение. Если у вас шпонка просто вставляется от руки, значит вы прослабили посадку и придется изготовить новую шпонку. Шпонки не должны болтаться в пазах, только плотное соединение обеспечит стабильную геометрию столешницам. А вот здесь прекрасно видно, для чего я фрезеровал один из торцов шпонки. То есть в моем случае шпонка с одной стороны имеет глухую посадку. Если в вашем случае шпонка имеет свободную посадку, то фрезеровка торца не требуется. Думаю, стоит немного пояснить. Свободная посадка, это когда шпонка либо совсем не закрепляется к столешнице, либо закреплена посередине. В моем случае шпонка закреплена с одной из сторон. Я крепил шпонку на саморез при помощи пробочных сверел Деволт, но это вовсе не обязательно. Можно просто просверлить отверстие и закрепить шпонку саморезом. Это ни на что не влияет, просто я хотел закрыть отверстие самореза пробочкой. И совсем забыл сказать, ни в коем случае нельзя шпонку крепить с двух сторон, либо вклеивать ее намертво. Если вы прикрутите шпонку с двух сторон, либо ее вклеите, то таким образом запрете столешницу, и она не будет иметь возможности расширяться, либо усыхаться при изменении влажности, без изменения геометрии. То есть шпонка в данном случае это так называемое плавающее соединение. В принципе, это и есть все нюансы по изготовлению данного соединения. И для кого важно, я сейчас покажу, как можно скрыть отверстие под шпонку. Есть два способа. Первый – это подклеить рейку со стороны фрезеровки, которая и закроет эту самую фрезеровку. А второй способ – это изготовить заглушки, которые по профилю будут идентичны профилю шпонок. Только чтобы это выглядело красиво, нужно расположить волокна у заглушек точно так же, как располагаются волокна в столешнице. Мне было проще изготовить заглушки, что я и сделал. Также для достижения более стабильной геометрии столешницы можно сделать пропилы вдоль делянок наполовину толщины столешницы. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать об изготовлении данного соединения. Если для кого-то данная информация была полезной, ребята, лучшая благодарность от вас для меня – это лайк данному видео, комментарий. И подписка на канал, если вы еще не подписаны. По статистике, более 80% людей смотрят видео без подписки. Поэтому, ребята, не стесняйтесь. Если вам нравится то, что я делаю, нажмите кнопку «Подписаться». Спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok